Согласно полученному заявлению мы узнали, что размещается штендер с рекламой алкогольных напитков и в том числе с рекламой стимулирующего мероприятия. Реклама алкогольных напитков согласно статье 21 федерального закона о рекламе запрещена с использованием рекламных конструкций. Начался наш совместный рейс с федеральной антимонопольной службой на главной пешеходной улице города. Здесь у всех на виду. Рядом с одним из кафе был установлен щит с вопиющей рекламой. Реклама нам предлагает купить 2 литра бокала пива, вернее 2 бокала пива определенной марки, получить за это в подарок Гренке. Однако не указаны сроки проведения данного стимулирующего мероприятия, подробности об организаторе, подробности о месте получения призов, о количестве данных призов. Сообщения о такой уличной информации в Уфас поступают нередко от добросовестных оренбуржцев, которые не могут оставить без внимания ту или иную рекламу, содержащую уж слишком откровенные призывы. К тому же такой рекламный щит устанавливал неподалеку от общеобразовательного учреждения. Я думаю, возле школы это не самый лучший вариант, вставляя такие рекламы. Просто потому, что это дешевое пиво для детей, это как, не знаю, как соблазн наполнительный. Мне кажется, это не очень хорошо. Безусловно, случаи нарушения в наружной рекламе в Оренбурге не единичные. Вот еще один пример. На этом баннере на улице Володарского приглашают взять деньги в долг. Однако не указывается ни имя лица, предлагающего эти деньги, ни название фирмы, что является грубым нарушением. Еще один случай нарушения специалисты УФАС выявили на улице Чкалова, после того, как к ним обратился пострадавший. Была обнаружена листовка следующего содержания. В общем, предлагала ремонт гражданам, потерпевшим дорожно-транспортное происшествие, их автомобилей, по ОСАГО, как по КАСКО. То есть, речь шла о том, что без каких-либо доплат. С нашей точки зрения, рекламодатель в этом случае нарушает закон о рекламе. Кроме того, по словам пострадавшего, качество услуг не соответствовало обещанному формату. Специалисты антимонопольного органа будут проводить тщательный анализ и правомерность действий со стороны рекламодателя и рекламораспространителя. В случае признания данной рекламы ненадлежащей, будут применены административные санкции. И такой воспитательный процесс со стороны УФАС дает свои результаты. Случаев нарушения закона о рекламе с каждым годом становится меньше. Иван Берд, Дмитрий Примачек, Наше Время.